Бля, красота! Ммм, скорее! Фух! Еще один рабочий день подошел к концу, и я в очередной на себя раз заваливаюсь в таверну горцующая кобыла. Ребят, здорово! Отпытываюсь вкусным супчиком и выпиваю бокал свежего Эля после тяжелого рабочего дня. Я работаю не покладая рук, потому что у меня есть четкая цель купить себе дом теплых ветров в Вайтране, обзавестись жёнушкой, усыновить доченьку, заработать денежек и к старости построить собственный дом на природушке. А пока я иду спать в реводовую комнату на верхнем этаже таверны, мечтая о прекрасном будущем. Естественно, все эти действия я смог провернуть с помощью иммерсивных модов на не всеми любимый Скорим VR-версии. Потому что, как известно, Скорим — это база. Действительно. В смысле, что? Отличная стартовая площадка для работы с модификациями. Тысячу модов. Вот, собственно, на этой базе я и создал для себя идеальный мир, который в разы лучше настоящего. И посчитал, что нужно поделиться этим с вами. Потому что, чем больше людей узнает, насколько здесь круто, тем больше спроса появится на VR-шлемы. И те, кто быстрее взорвется. Технология будет развиваться быстрее, и момент полноценной симуляции наступит гораздо раньше. Но тебе нет, нет. Я, собственно, и свалю. Я вторую свалил. Настоящий молодец. Директор компании «Среди механики», который умудряется продавать одну и ту же игру раз за разом, с одними и тем же косяками, багами, приколами и фейлами. VR-версия игры является отличным показателем того, насколько этому мужичку, мягко говоря, безразлично. Потому что играть как минимум без одного мода в эту ссанину без преувеличений невозможно. При первом заходе перед вашими глазами появляется хозяйственное мыло 72%, которое испугается модом на резкость. На видео этого не видно, но в шлеме ощущается только так. Помимо этого, глобальная проблема игры в том, что это RPG. А в таких играх, по моему мнению, должен быть максимальный упор на иммерсивность, или же, иными словами, погружение. А тем более в VR-версии. Играя в такую игрушку, как с Карим, ты хошь-не хошь, но будешь ассоциировать себя с главным героем. Особенно, если ты буквально видишь мир его глазами. Без модов это просто летающие руки на экране. Пиздец. Нормально. Ну даешь, мужик, с юмором проблем у тебя нет. Красавчик. В игру вступает VR-IK. Заботливый мод, который исправляет эту и еще тонну проблем игры. Спасибо. Доволяет тело руки-ноги игрока с возможностью контролировать рост и другие мелки. Вообще прекрасно. Смотреть глазами на тело балбеса, которого ты создал собственными руками, очень необычными. Возникает мысль, что это и есть версия меня где-то в какой-то другой вселенной. Лучшая версия, конечно, конченная, но что есть, стоит с этим, что поделать. Еще десяток модов на взаимодействие с окружающим миром, фиксы движка, рыбалку и т.д. и т.п. И вот я нахожусь в идеальном мире грез, гетеросексу... А ведь есть проблема с несовместимостью модов. Я помню, накатил целую сборку огромное. Проиграл, считай, пол игры и просто остановился с тем, что я дальше не мог игру пройти за сборки. Если что-то отключить, то игра не запускается. В общем, прекрасно. Сексуального мужчины, здесь есть все. Возможность крутить объекты в 3D пространстве и рассматривать с любых ракурсов. Это прекрасно. Или вот, например... Если бы еще проагировали... Хоть бы нет. Подпишись за ручку. Если же вернуться домой, уставшим после смены настроечки. Сука, как же я устал. И начать строить. Хрябнуть немного для настроения. Сол. Задеть VR очки. Загрузиться в скорей VRчик. И ебашить виртуальный уголь. Ура! Именно это мы уже слышим. Ладно, ребята, всем покеда. Я на рыбалку на карася погнал. Карась это важен. А где леска? А ведь... Ведь хорошо сидится. На такие моменты я люблю помечтать о хорошей жизни. Вот, было бы прекрасно, если в нашем мире существовало... Мама так рыба не ловит. Не надо. Не надо. Сколько времени просидел? Короче, не клюет ни хрена. Ой. А я, оказывается, крючок в воду не закинул. Действительно. Ну, видать, рыбалка это не мое. Ну что ж, пора домой возвращаться. Красота. Я лежал на полу арендованной комнаты. На первом этаже таверны местные жители, как обычно, обсуждали войну между братьями Бури и Империей. Барт, как всегда, пел песни, а я не мог уснуть. Это не было связано с шумом. Я к нему уже давно привык. Дело было в мыслях, которые не давали мне покоя. Сегодняшнее отсутствие физического труда заставило меня задуматься над тем, что с нынешним образом жизни я далеко не уйду. Заработанных денег моим трудом, едва хватало на еду и аренду комнаты в таверне. Амбиции постепенно угасали. А я ничего не предпринимал. Так, не садим. На часах 7 утра. Решено, отправляясь в путешествие. Повидай мир, научусь новому. И, конечно же, заработаю бабла. Да. О, здорово. Ёмнуться, блядь. Чего дальше дрова колол в вейтране? Жрать нечего, воды нет. Благо, что тут город недалече. Пойду в него перекантуюсь. Ну, я сейчас еще встретил какой-нибудь жилост. Пока никто не видит. Хороший город. Что-то город не особо приветливый оказался. Но зато потом каким-то чудом забрел колей губардов. Ну, давай показывай, че умеешь, нахуй. Давай. Это стало переломным моментом. Мужичку настолько понравилось мое исполнение, что он сходу принял меня в коллегию. А с тех пор начались мне выступления. Поначалу в местных тавернах за мелочь. Зачем тебе ее вещи на грех? Братан. А затем выступал лично перед ярлами с Карима. И зашибал огромное бабло. Мало-помалу, день за днем, финансовое состояние налажилось. Так еще на одном из выступлений познакомился с этой малыхой, которая стала моей женушкой. И вот я уже обеспеченный дядька. Живу в собственном доме в Вайтране. Попиваю в нейшку. И зайдаю его сыром. Доволен жизнью. Алло! Ну, естественно, как известно, все хорошее рано или поздно заканчивается. Мы снимаем варочечки. Когда нужно снять варочочки, поставить их на зарядочку и вернуться в реальный жестокий мир. Это печально. Олег, Олег, Олег! Зачем тебе ее вещи на грех?